добрый день всем кто заглянул на мой канал меня зовут регина и сегодня у меня очень кратенький обзор обзор того что у меня сейчас цветет цветет как видите совершенно мало всего несколько розеток потому что я все розеточки все переукореняла все пересаживала цветочки обрывала чтобы они нормально наращивали корневую и сейчас я вам покажу что у меня есть на данный момент поближе это моя вторая полочка сверху мой маленький стеллаж и это 100 самая розеточка нил евдокия у которой был такой полу химерный ну на некоторых цветочках практически химерный спорт я обязательно приложу в подсказках это видео чтобы вы посмотрели на эту розеточку я ее переукореняла и вот как мне сказали здесь видите здесь спорт по листве тоже идет лист с пигментом и эти листы они уже идут темные сейчас я опущу чтобы вам видно было вот эти листы и новые листы темные и вот мне и сказали в доме фиалки что возможно если лист будет полностью затемняться то естественно и цветочек будет весь заплывшим соответственно если цветочек заплывшим значит он цветочек хотя бы уже по сорту хоть лист и не по сорту но это не в принципе это не неважно не проблема но цветы все равно замечательные такая вот широкая белая каемка вы не обращайте внимание на всякие подозрительные звуки это у меня здесь тузик ходит облизывает что-то вылизывает на полу что-то находит вот такие прекрасные цветочки у этого сорта я решила дать свистеть и розеточки не стала ждать чтобы она еще немножко подросла думаю пускай меня порадует мой любимый сорт один из любимых моих сортов это сказочные сказочная фиалочка золушкин сон и название у нее сказочные я просто я в восторге от этих цветов от этой расцветки просто волшебные прожилки когда во первых она у меня стояла на подоконнике там прохладно на подоконнике там ну где-то 20 22 градуса максимум и бутоны закладывала она на подоконнике поэтому здесь довольно много белого цвета вот видите потому что когда она меня на том же подоконнике закладывала бутоны уже весной ближе к жаре цветы уже были заплывшими а сейчас вот она закладывала бутоны вот получается осенью уже в прохладе и цветы вот этот цветочек вообще беленький и я ее поставила сюда потому что там на подоконнике я держу деток всю зелень скажем так сюда переставляю уже цветущие и зацветающие чтобы они меня радовали радовали все-таки в комнате они все перед глазами это не то что на подоконнике за занавеской где только проверил водичка на месте водичка есть кому дарить кому листочек оторвать а здесь заходишь и хочется чтобы глаз радовался сейчас здесь после переукоренения всего три цветоноса но бутончиков достаточно вот на каждом цветоносе по 4 бутончика то есть в принципе букетик такой получается но и розеточка сама у меня тоже очень маленькая у меня все розеточки очень маленькие они у меня не разрастаются возможно того что я их держу в этих маленьких кофейных стаканчиках им некуда расти я им не даю такую волю я их очень часто переукореняют очень часто омолаживаю очень часто я не даю им состариться не даем разрастись даже даже с теми несколькими розетками с которыми мне очень хотелось бы чтобы они росли большими все равно у меня это не получается может быть в какой-то момент мне надо просто давать себе по рукам и не трогать цветок но я так не могу ну ладно здесь это прекрасный сорт ле шарм у которого у бедненького был пересвет и был ожог и все на свете она у меня от пересвета до сих пор отходит здесь три цветоноса что интересно на каждом цветоносе я пока вижу только по одному бутону по одному цветочку и еще три цвета носа на ней имеется но на них тоже по одному бутончику сейчас я покажу вот так вот эту розеточку чтобы цветы ее хотя бы были видны но цвете конечно у нее прекрасный это была верхняя полочка сейчас я перейду на нижнюю на нижней полочке уже поинтереснее намного интересней это так мини безымяшечка она все цветет она все выпускает цветоносы я все слежу если у нее желание к образованию пасынков и похоже что есть потому что вот что-то вот замечаю там между листьями что-то там видно и я все в раздумьях растите ее как трейлер ную фиалку или как мини в одну розеточку потому что все таки вот материнское растение там явный трейлер рядом другой трейлер вольярта компана саморадос изумительная фиалочка деточка у нее подросла там уже другие вере не деточка опасенок у нее подрос уже там уже другие пасынки у нее образовываются цветочки просто какие-то волшебные цветочки и когда цветочек увядает он сходит он сам вот но сходит только когда начинает увядать в принципе сначала мне показалось что это подачка но в принципе опять же повторюсь цветочек начинает опадать сам после того как начинает начинается уже увяданию цветочка так рядышком ну рядом моя любимица моя красавица это морево сеянец морево морево наша надежда просто волшебная фиалка это вот это та самая фиалка которую я омолаживала есть видео о ее омоложение она стала вот еще больше на еще больше разрослась вот такая розеточка выдала мне столько цветочков красота просто красота рядышком эту фиалочку мне подарили это фиалка рездриада здесь вот этот цветочек старенький оставшийся старенький цветочек так не хочет фокусироваться вот этот цветочек старенький а рядом цветоносы уже новенький свежий цветонос уже домашние и я все жду когда они расцветут у меня я очень давно хотел этот сорт у меня стоял листочек он ожидал деток но какие-то они детки получились бракованные у меня я конечно сохранила порог пару деточек и жду жду с них толком и вот не знаю не знаю какая чем они будут меня радовать и порадует ли жду ой но это конечно это моя красота новая это моя деточка я нарядная вот такая подросла я оставил этот цветочек ну конечно надо надо удалить по хорошему надо удалить этот цветочек потому что смотрите розетка совсем маленькая совсем всего два ряда листьев и там еще лезут цветоносы я думаю может быть просто удалить именно вот этот цветонос чтобы остальные дружненько росли дружненько относительно равномерно потому что сейчас получается что цветочек что растение тратит свои силы только вот на один этот цветочек прекрасный цвет просто прекрасный но с другой стороны почему я не удаляю ну хорошим надо удалить но почему я не не удаляю и другие цветоносики которые там зародились потому что я почитала об этом сорте и пришла к выводу что очень много там очень много отзывов о том что розетка маленькая у многих розетка вот вот такая вот маленькая очень мало листьев ну видимо это наверное какая-то особенность сорта раз она у всех так себя ведет ну в любом случае красота просто красота ну а это моя самая нижняя полочка здесь у меня цветет только один единственный цветочек который выпускает доращивает вернее букет в него пока нет у него все переск периодически периодически постоянно только по 3 по 4 максимум цветоноса это вот мой прекрасный цикламен вот он такой вот цветет прекрасный цветочек он цветет уже давно я все пыталась снять о нем видео как только он первый цветочек снял но как только он распустил первый как только он раскрыл первый цветочек в надежде на то что дальше будет лучше больше чтобы потом с возможно если получится все-таки букетик чтобы показать уже как бы букетик но я так полагаю что букетик вряд ли будет такими темпами но ничего страшного хотя там цветоносиков еще вот много еще есть и они еще подрастают дорастают ну-ка пройди оттуда пройдет цветочка так цветоносик еще есть они еще дорастают этот узи к нам все что-то выискивает вот такая красота здесь конечно эти вот мои мои две капризные капризульки мои полины виардо обе ни у той ни у другой я не вижу пока цветов вот когда они вот в одном из обзоров как они выдали цветочки по три цветоносика вот так вот они это было их первое и последнее цветение на данный момент ну розетку наращивать хотя бы я вот очень хотела вырастить большую полину виардо чтобы была большая розеточка огромная такая вот мясистая но все равно опять же когда я стала пересаживать все думала я вот ее пересажу перевалю в горшочек если это стаканчик кофейный ну думаю уже можно перевалить и в семерку может восьмерку но знаете я посмотрела на корешочки корешочки были хорошие но опять меня что-то дернуло опять в этот в этот же самый стаканчик посадить потому что я стала убирать этот старый грунт и подумал что я ее буду с этим старым грунтом из горшочка в горшочек что я буду мучить это бедное растение и посадила я опять а просто чисто подчистую обновила грунт удалила все вот нижние листики и в этот же горшочек в этот же стаканчик и посадила вот поэтому у меня все розетки такие компактных размеров несмотря на то что они стоят на петеле на петельном поливе они вечно компактных размеров листочки вечно молодые а эта розеточка это rs ариэль спорт который у меня она очень тяжело перенесла пересадку обновление грунта очень тяжело и я даже думала что она у меня пропадет вот по этим листьям вы можете видеть вот эти листья где вот белая часть вот белая пестролистность она пожелтела малышки и я поэтому подумал что все она крякнет но потом смотрю полезли новые листики думаю ну хорошо вообще я заметила конечно что некоторые пестролистники в том числе и полина виардо тоже не ахти как с радостью переносит обновление грунта и многие вообще вообще многие сорта и даже не то чтобы многие сорта я вообще заметил по фиалкам что проще нарастить новые корни чем им проще нарастить новые корни просто переукоренить их чем восстанавливаться после того как их корешочки бедные все раздербанили а это у меня переукорененные frozen frozen in time она уже вот какая тоже большенькой стала и серединке листочки опять полезли такие цветные она кстати хорошо перенесла а ну естественно она хорошо перенесла потому что я же ее переукореняла а не пересаживала ну вот это я хотела вам показать все думала стоит не стоит снимать но все-таки сняла надеюсь вам не было скучно от тузика всем привет тузик ты мой сладкий ты мой хороший ты моя солнышко собачья на днях я покажу вам как у меня квартируют цветочки на новом стеллаже там одни детки с детки и стартеры и уже есть даже первые цветочки они у меня сейчас выстроились в ряд и я покажу их перед тем как удалить спасибо за то что заглядываете на мой канал и до новых встреч